Осадки до 29 мм в течение дня. Такой прогноз на ближайшие выходные представили специалисты Приволжского гидромедцентра. В связи с затяжным ливнем, который может обрушиться на Самару, служба города переведена в режим повышенной готовности. Коммунальщикам в первую очередь предстоит активно откачивать воду на тех участках города, где вероятность скопления велика. По поручению вице-мэра Владимира Василенко на улицах Самары разместят 12 бойлеров. Также первый заместитель главы призвал компетентные службы избегать ненужной самодеятельности и ни в коем случае не открывать люки канализационной системы для схода воды. Это чего-то последствиями как для участников уличной дорожной сети, в том числе квартальной и дворовых проездов, так и по безопасности граждан. Кто-то открыл несанкционированно крышку колодца и забыл ее закрыть, и человек может попасть в нее. Актуальные задачи по содержанию города в период поздней осени и зимы обсуждали сегодня во время совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Впереди заморозки и отрицательные температуры. Может образовываться наледь. Для борьбы с ней, ориентировочно к 30 октября, в Самаре начнут выставлять ящики с песчано-солевой смесью. Контейнеры появятся в том числе на дорогах рядом со спусками и подъемами. В дальнейшем для борьбы с осадками будут использовать современные реагенты. Говорили во время совещания и об отопительном сезоне. С 18 сентября заблаговременно тепло начали подавать на объекты соцсферы. Такой подход позволил лучше подготовиться к заморозкам. Одними из первых к отоплению подключили дома ребенка, детские сады и другие социальные учреждения, где люди проводят большую часть дня. В группах очень тепло. Детки ходят в шортиках, в маечках. Родители довольны. То, что стартовал отопительный сезон и подготовка более в раннее время в этом году, это очень комфортно, так как температура не предугадается, погода. И я думаю, это лучше для образовательных учреждений. Практически полностью отапливается и жилищный фонд Самары. Степень готовности составляет 99,9%. Как отметил во время совещания Владимир Василенко, сейчас специалисты точечно работают на объектах, где возникли повреждения при пуске теплоносителя. В течение дня все проблемы должны быть устранены. Также первый вице-мэр отметил, что в текущем году пришло на 22% меньше обращений от самарцев, связанных с началом отопительного сезона. Такая динамика говорит о том, что в этом году качественнее провели ремонтную кампанию и заблаговременно начали подавать тепло. Благодаря этой работе возникло меньше трудностей, резюмировал Владимир Василенко. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.